всем привет доброе утро в беларуси половина седьмого утра начинается у меня рабочий день сейчас греем машину и по планам сегодня проехать почти 400 километров это будет поездка по брусь светлогорск и назад возвращаемся в гомель прежде чем двинуться в путь давайте уточним как у нас обстановка на дорогах ребят доброе утро подскажите обстановочку проспект космонавтов могилевская поехали здесь у вас лежачий полицейский этим летом в этом месте мотоциклист бил девочку с велосипедом слава богу все живы остались все обошлось хорошо но лежачий полицейский положили хорошо выезжать из города рано пока еще дороги не заполнились людьми спешащими на работу ну и конечно перед выездом стоит заправиться на 50 рублей налью почти полный бак заправили можем двигаться в путь но Город остался позади, а впереди у нас трасса М5, Гомель-Минск. Дорога отличная, по две полосы в каждую сторону. Замечательное покрытие. Едешь, вот я держу крейсерскую скорость порядка 80, как на Урале. В принципе, скорость привычная. Такой экономный режим, чтобы солярка у нас не перерасходовалась. По этой дороге мне предстоит доехать до Бобруйска. Это 150 километров расстояние. И с этой скоростью это 2 часа дороги. Вот у нас с правой стороны светится табло с дорожной информацией. 7 часов 13 минут, 4 градуса тепла за бортом. А в кабине хорошо, уже тепленько. Печка справляется. Ехать комфортно. И от этого комфорта опять-таки клонит в сон. Все-таки достаточно тяжело ложиться в 2 часа ночи, обрабатывая, монтируя очередное видео. А вставать вот во сколько? В полшестого утра и куда-то ехать. Ну что поделаешь, работа такая. Понемногу светает. Новый день вступает в свою силу. И вот впереди в утренней дымке, тумана, мост через реку Днепр. А это значит, что мы приближаемся к городу Жлобин. И позади уже 90 километров дороги. Слева видим утренний Жлобин. Люди спешат на работу, кто-то уже на работе. Ну а мы вот доехали до Днепра. Днепр тут, конечно, совсем не тот, как, допустим, под Черкасами или Каневом, про который Тарас Шевченко писал, что редкая птица долетит до середины Днепра. Здесь это так, метров 50-70. Дорога, конечно, отличная. Ехать по такое одно удовольствие. И покрытие классное, и обочины широкие, и подсвеченные пешеходные переходы. Но секрет весь в том, что она платная. Видите вот эту вот конструкцию над дорогой? Это и есть пункт автоматической оплаты дороги. Я вот сколько ездил и по Балканам, и в России, и в Грузии, везде, где есть платные дороги, обычно обустроены терминалы со шлагбаумами, где ты подъехал, оплатил наличными или картой, получил чек и двинулся себе спокойно дальше. В Беларуси поступили по-другому. Не знаю, зачем, но очень все усложнили. Если ты хочешь заплатить за дорогу, ты должен заехать на заправку, приобрести электронную такую приблуду, на лобовое стекло, пополнить свой баланс, положить какую-то сумму денег. И потом в процессе движения с этого электронного устройства твой баланс будет постепенно списываться. Кто же за эти дороги платит? Во-первых, все грузовые автомобили с массой свыше 3,5 тонн. Тут мне повезло, моя машинка до 3,5 тонн укладывается, так что я за эту дорогу платить не буду. Во-вторых, это легковые автомобили стран, не входящих в таможенный союз. То есть белорусы, россияне и жители Казахстана за эту дорогу не должны платить. Все остальные платят. Европейцы, украинцы, ну, в принципе, все остальные. И очень часто люди, путешествуя, попадаются на эту, как сказать, ну, непонятность, сложность оплаты. Ну, ты вроде въехал в страну, ну, едешь по дороге, да, хорошая дорога. Висят какие-то штуковины над дорогой. Ну, висят, пускай себе висят, может быть, это фотофиксаторы скорости. А потом, проехав километров 200-300, оказывается, что ты должен был заплатить. Тебя останавливает транспортная инспекция и выписывает тебе штраф в порядке, ну, может, 200 долларов или 300. Я точно не знаю, но штрафы знаю, что там очень большие. Так и есть и приятный момент. Мотоциклисты, независимо от страны регистрации, за эти дороги не платят. Можно смело на мотоцикле по Беларуси путешествовать, не боясь нарваться на неприятности. Для борьбы со сном в дороге я еще вчера вечером заварил себе термос горячего, крепкого кофе, потому что на такой дороге в сон клонит просто капиталь. А также неплохо выручает хорошая музыка, какое-нибудь интересное радио. Иногда бывают моменты, когда едешь и понимаешь, что просто дорога уже куда-то уплывает, ты выключаешься. Обычно это на обратном пути, после всех этих загрузок, всех хлопот, какой-то беготни, садишься в машину, расслабляешься, впереди дорога назад и начинает тебя отключать. Иногда, вот в самых-самых уже крайних ситуациях, когда чувствуешь, все, ехать дальше не могу. Съезжаю на обочину, ставлю будильник на время через 15 минут. Просто валюсь на сиденье, отключаюсь, через 15 минут просыпаешься. Да, ты не выспавшийся, но уже как бы мозг перезагрузился и хватит заряда бодрости, ну, часа на два, на три вполне достаточно. А еще недавно мне знакомый рассказал другой способ. Надо съехать на обочину, остановиться, взять в руку что-нибудь, допустим, связку ключей, можно ключи от машины. Расслабляешься, откидываешься на сиденье, закрываешь глаза и как только ты засыпаешь, рука у тебя расслабляется, падают ключи, и от этого звука ты просыпаешься. Вот этой секунды перезагрузки вполне хватает, чтобы взбодриться. Можно после этого выйти, пройтись, умыться, немножко размяться. Главное помнить, что на дороге спать нельзя. Это чревато какими-то выходами навстречу или дюветом. Так что думайте о своей безопасности. А у нас тем временем начался мелкий моросящий дождик. Здесь мы с трассы М5 уйдем и съезжаем в сторону города Бобруйска. Продолжение следует... Судя по моргнувшей фарами встречке, где-то здесь притаились гаишники, встречи с которыми мне всеми силами хотелось бы избежать. Поэтому будем немножко хитрить. Поедем в объезд. В самом Бобруйске у меня запланировано две путевые точки. Это два завода, первым из которых будет Бобруйский шинный комбинат. Я думаю, многим известна Белшина. Туда я привез три колеса. Два легковых, одно грузовое, которые надо сдать на рекламацию. То есть колеса... выявился какой-то брак в процессе эксплуатации. И сейчас их надо отдать на испытания, на экспертизу. Дело в том, что Белшина дает на свою продукцию гарантию на пять лет или до полного износа протектора. То есть, пока у вас срок в пять лет не прошел, и пока протектор до конца не стерся, шины считаются на гарантии. И в случае каких-то дисбалансов, биений, болбучин, еще чего-то, эти шины можно сдать на завод или в магазин, в котором вы их покупали. И завод обязан будет рассмотреть. И в случае, если признают вину завода, то вам заменят колесо на новое. Вот именно по этой причине я и привез три колеса сегодня на завод. Добрался я до первой точки назначения, и теперь начинается вторая составляющая работы перевозчика, которая называется беготня с бумажками. Берем большую сумку с документами и отправляемся оформлять накладные, разрешения, пропуска. Казалось бы, вот что может быть проще? Сел в одной точке в машину, доехал до другой точки, разгрузился, погрузился. Идеальная работа. Но как только добавляется вот эта вот бюрократическая волокита, когда надо бежать десятки кабинетов, где-то поставить подписи, где-то поставить печати, вот это значительно все усложняет. Загвоздка вся еще в том, что я привез и легковые, и грузовые колеса. И если на легковую рекламацию я могу попасть снаружи, зайти с улицы, то на грузовую необходимо заехать на саму территорию завода. отдал документы, чтобы мне пока выписывали пропуск, а чтобы время не терять, поеду пока на легковую рекламацию, сдам еще два колеса. И, кстати, вот само здание Белшины. Немножко еще переедем. И заезжаем парковаться смело на тротуар, чтобы колеса носить было поближе. Вот у нас два колеса, которые я привез сегодня сдать. Одно зимнее, без видимых повреждений, а второе вот такое. Я так понимаю, выстрелило оно на ходу. сейчас их берем и тащим вон туда. Уже легче. От двух колес избавился. Сейчас возвращаюсь в административный корпус бюро пропусков. А ожидать разрешения на въезд на территорию пропуск мы будем выписывать еще отдельно. Можно позволить себе еще чашечку кофейку и как раз может быть уже будут готовые документы. Не готово еще. Можно считать повезло. Документы готовы. Пять минут подождал. Едем заезжать на территорию. Впереди нас ждет транспортная проходная. А значит оформление пропуска досмотр машины охранниками. Охранники тут достаточно строгие. так дело движется. заезжаем на территорию завода. Территория очень большая. Огромная. Завод большой. Шин делают много. Раньше мне доводилось приезжать сюда получать шины и это гораздо более сложная задача нежели сегодня просто заехать скинуть одно колесико. тут были такие очереди что можно было заехать в 9 утра а уехать в 3 часа ночи. Отгрузка производится на заводе круглосуточно. паркуем к складу грузовой рекламации и идем доставать колесо. вот такую грузовую покрышку я сюда сегодня приволок. Идем сдавать. Тут практически самообслуживание. Оставляем документы и поехали на выход. Люди работают не будем отвлекать. Не хочу раньше времени загадывать но пока я сегодня иду в графике. сейчас направляюсь в сторону выезда это уже другая проходная транспортная там надо сдать пропуск снова досмотр транспорта чтобы я ничего лишнего не вынес а кто ж мне тут лишнего чего-нибудь даст. И поедем на вторую точку в этом городе. поехали 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 вторая точка у меня сегодня по плану это завод Беларусь резинотехника как ясно из названия самые разные резинотехнические изделия если на Белшине у меня задача была простая просто скинуть три колеса ну естественно с оформлением документов то здесь полноценная загрузка оформление накладных выписка подпись у начальника короче бумажной работы хватает ну и как всегда любой завод начинается с проходной оформление пропуска ну вот я собственно на территории иду сначала выписывать накладные все оформлять а потом уже буду заезжать машинкой и становиться под загрузку ну в кабинетах уже не будем смущать народ камерой поэтому пока выключаюсь ну вот уже час прошел оформление документов и вроде бы почти все готово было но тут тадам заказчик позвонил и сделал добавочку еще одну накладную надо оформить подождать пока на складе подберут все в общем пока отдыхаем выглянуло солнышко стало немножко веселее а в итоге вот эта вот добавочная накладная задерживает меня начался уже обед все пошли обедать и на ближайший час я предоставлен сам себе наверное я тоже пойду поем надо соблюдать режим дня зацените на какой уазик я тут наткнулся лебедка поднятая подвеска резина такая серьезная обалдеть на таком классно можно путешествовать по бездорожью мне нравится что будем кушать вообще мне Танюшка собрала с собой блинов с мясом и сыром но их я думаю лучше оставить на всякие пожарные мало ли сколько я здесь еще проторчу а сам пойду в столовую заводскую давно не ел в заводских столовых ну вот хороший полноценный обед супчик салатик свежей капусты картошечка две тевтельки и стоит всего 3 рубля 67 копеек это ерунда вообще отлично жизнь налаживается пойду сейчас в машину попью кофейку подожду окончание обеда и снова в бой снова оформлять документы обед обед закончился документы все выписаны осталось дождаться начальника отдела сбыта непонятно где его ловить в кабинете нет все-таки очень выручает то что я здесь уже далеко не первый раз знаю куда идти знаю у кого что оформлять а так-то здесь можно наверное на целый день бюрократии этой хапнуть вот сейчас уже иду на проходную документы все готовы можно заезжать машиной и ехать на три склада три склада у меня под загрузку гаишники местные тоже приезжали в столовую пообедать я решил подождать пока они уедут и вот теперь поеду на проходную поеду паркуемся по зеркалам документы кладовщицам сдал погрузчик вызвали вот он вроде как уже подъезжает сейчас будет грузиться два часа дня и первый склад у меня уже загружен осталось еще два но они в одном месте находятся рядышком я очень рассчитываю до трех часов успеть потому что у меня еще впереди по плану светлогорск а я мы все выписали все готово можем выезжать нас ждет проверка на транспортной проходной дорога по бобруйску выезд на светлогорск и еще сколько километров наверно 75 80 дороги до светлогорска там загрузка машины может быть к темноте я буду в гомеле но это не точно ну вот выехали мы завода сейчас на выезд на светлогорск придется проехать практически через весь город обратите внимание с левой стороны дворник метет дорогу они тут все в бобруйске в салатовых жилетках я от них постоянно шарахаюсь потому что думаю что это гаишники я сейчас еду по улице минской она пересекает весь город начиная от въезда с минской трассы м5 мимо завода белшина и вот с другой стороны упирается вот в такую красивую церковь называется белая церковь согласитесь красиво а мы уходим в направлении светлогорск-мозырь-калинковичи он по левой стороне еще один псевдогаишник с метлой а тут смотрите с правой стороны руины какого-то старинного здания стрельчатые окна красота но стоит все разрушенное похожую ситуацию я в орбите наблюдал очень много старинных зданий там дореволюционной постройки но вот приблизительно в таком же состоянии без окон без дверей и внутри растут деревья так высота проезда 3 метра чуть-чуть выше чем моя машинка мы покидаем гостеприимный попруйск до светлогорска 64 километра если верить знаку это с учетом движения по деревням и по городу там ну где-то час пути точно будет дорога здесь не такая классная как та по которой мы ехали утром по одной полосе в каждую сторону покрытие чуть похуже она так петляет и достаточно серьезно загружена фурами вот сейчас доедем до подрульской объездной и там уже будет более-менее такое оживленное движение дело в том что многие грузоперевозчики не хотят платить заплатные дороги поэтому перемещаются по беларуси вот такими вот региональными более мелкими мелкомасштабными трассами впереди у нас кольцо бабульской объездной автодороги а сразу за ним очень любят почему-то стоять транспортники теоретически то ником не никаких претензий иметь не должны но лучше держаться от них подальше так же как и от гаишников а нет вижу он нету никого пусто вот здесь обычно прямо на остановочке и стоят так светлогорск 55 километров я только что позвонил светлогорск ребятам которые должны меня загружать на склад они уже собирались идти домой потому как у них рабочий день заканчивается в пол четвертого уже 3 10 но вроде как договорились что они меня подождут и все-таки сегодня загрузят деревушка знак 40 и где-нибудь запросто может стоять тренога фотофиксации поэтому правила в беларуси лучше соблюдать мы въезжаем в гомельскую область бабуська это была могилевская вот не знаю чем это уже засеяны поля но выглядит очень красиво такая зелененькая травка если бы еще и солнышко было никогда бы не сказал что сейчас осень больше похоже на весну скорее всего это что-то из из сортов какой-то зимой пшеницы которая будет зимовать под снегом посмотрите хорошо вот уже и светлогорск мне правда нужен не этот съезд а следующий но интересно раньше здесь был такой достаточно опасный аварийный перекресток сейчас вот смотрите колечко построили буквально совсем недавно а вот это уже мой съезд сейчас быстренько заехать загрузиться чтобы ребят не задерживать дольше положенного времени на работе и так уже на полчаса они пересидели меня ожидая ну слава богу все с погрузкой мы на сегодня закончили всюду загрузились кто-то мне звонит и сейчас выезжаю в сторону гобеля а вот интересное место это выезд из светлогорска здесь вот подъемчик на мост это через железную дорогу я так понимаю там какая-то одна колея идет а за мостиком вот такой пологий спуск и д-образный перекресток упирается в трассу и вот как-то зимой легкий снежок прошел гололедик я вот точно так же не быстро спускаюсь с этой горочки подъезжаю ближе смотрю налево там приближается этот лесовоз я плавно нажимаю на тормоза и понимаю что тормозов то у меня и нет как на саночках подкатываюсь и вот здесь уже машину разворачиваю боком каким чудом я не вылетел на вообще на проезжую часть меня бы просто смело но с тех пор как только ухудшаются дорожные условия есть намек на то что дорога скользкая я этот перекресток проезжаю очень осторожно на часах без 15.05 а уже видите начинает темнеет солнышко садится все-таки уже осень а я начинаю подумывать о том чтобы где-нибудь остановиться и перекусить ооо колесо стрельнуло переднее ничего себе каким чудом он еще не улетел навстречу ну а вот как раз подходящее место для моего ужина ой срач какой здесь оставили на ужин у меня будут блины с мясом и сыром это Танюшка мне дала с собой и думаю под чашечку кофе отлично они зайдут перекусил допил остатки кофе и впереди последний рывок километров 80 остается до гомеля выезжаем на кольцо за которым дорога снова станет четырехполосной по две полосы в каждую сторону остается 40 километров до гомеля но это не значит что можно расслабляться скорее наоборот надо удвоить внимание потому что этот участок пути известен тем что очень часто выходят на дорогу здесь лесные всякие обитатели кабаны лоси я летом сам наблюдал и самих этих зверей и последствия это столкновение с автомобилем очень зрелище неприятное машины после этого обычно попадают в металлолом что-то тут у нас происходит гаишники стоят вот эти фонари впереди это уже въезд в гомель осталось километров 10-15 по городу надеюсь пробок уже не будет все-таки почти 7 часов все должны были с работы уже добраться поэтому на Зайцево чисто достаточно тяжело после размеренного движения по трассе втягиваться в такой плотный городской трафик слава богу пробок пока нет но движение достаточно оживленное встал добрался здравствуйте добрый вечер мне бы выгрузиться заехать надо ехать выгрузиться полная полная да заедем проверим о попал в дурную смену есть тут такой дядька привередливый все-то ему проверить надо только к а и 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 Зимбодвийской революции Все, поехал Подожди-ка Я сейчас начальнику позвоню Ты погубь пока Хорошо Иванович, добрый вечер вам, беспокою Приехала машина на разрузку Ну небольшая, типа газели такой Выгружать, запускаем Посмотрим, запускаем Все, давай, езжай, выгружайся Ехать знаешь как Забудешь ли ночью? Или там тебе свет включите? Разберусь Вот почему вот так Люди становятся на проходную Чувствуют вот эту вот Маленькую-маленькую власть И начинают доколупываться Ну что, время половина восьмого Хорошо, меня здесь ребята подождали Помогли все разгрузить Где-то за полчасика мы раскидали Всю машину И сейчас я снова еду на проходную Общаться с этим дурачком Ну вроде обошлось А теперь домой Домой Меньше километра в принципе Ну что, ребят Доехал Вернулся Вот я уже дома Лосей на трассе Не встретил За рулем Не уснул Гаишникам Не попался Можем подвести итоги Выезжал я в половине седьмого Сейчас без пятнадцати восемь Чуть-чуть больше тринадцати часов Получился у меня рабочий день Из них Наверное, часов шесть я провел в дороге И часов семь в беготне с бумажками по кабинетам Ну а сейчас пойду домой Состояние такое Вот только добраться до кровати и заснуть Но постараюсь еще добраться до компьютера Ответить на комментарии Я видел, сегодня много написали Но, к сожалению, просто физически не успевал отвечать с телефона Думаю, теперь меньше будет вопросов Как у тебя, Санчо, получается так жить Путешествовать и не работать Работаю я, как и все, в принципе На этом прощаемся Всем спасибо Всем счастливо Пока